I'm excited to announce the return of one of the most highly requested and beloved franchises to Xbox, from our partners at Atlus. It's more big time. Oh my god! I'm excited to be here. I've already done a lot of a story, but it's time for me to analyze the game. I've already passed it in three times. And now, I finally can record the part of the Royale, which I've already done. We'll see, of course, the story of Royale. How he's great, how he's fit in the original, why it's a good one, and why Persona 5 Strikers... ...it's not a sense. Итак, конечно же озвучиваем спойлер-алерт, ну а далее запасайтесь печеньками, вкусняшками, погнали. И вот тут для меня уже начинаются сложности, потому что я не знаю с чего начать. Дело в том, что Persona 5 Royal — это без преувеличений огромная игра, с комплексным геймплеем и таким же комплексным сюжетом. А значит, если уж и рассказывать про эту игру, то и сценарий к такому обзору должен быть таким же комплексным, где одна структура будет разделяться на подструктуры, блок схемы пунктов и подпунктов в этом сценарии будет попиже, чем в Детройте, хотя, какой там, попиже, чем в Саманта-моде для бесконечного лета, больше, чем дерево скиллов в Пое, а вы сами понимаете, какой это уровень. Persona устроена так, что все её элементы, начиная с базового сюжета, ворлдбилдинга и заканчивая последней мини-игрой с поеданием «Разорви ебало бургера», будут прочно связаны морским узлом, развязать который означает утопить корабль. Хотя... нет. Цепями, что сковывают опасного преступника Вигиланта, разорвать который означает выпустить этого демона на свободу. И это всё при том, что одна из тем игры — это скованность в обществе. Чёрт, я переписываю этот сценарий уже четвёртый раз, и проанализировав у себя в голове всё, что мне необходимо, я думаю о том, как бы мне лучше разложить эти мысли на бумаге. И прихожу к очевидным выводам, которые мне сама же игра говорит прямым текстом. Этими цепями является та самая структура, расписанная мной по пунктам. Эту структуру я сначала решил разорвать, чтобы, так сказать, соответствовать своему старплатиновому фантомно-воровскому духу мятежа, но потом и вовсе решил... нет, нахуй. Зачем разрушать эти цепи, если можно их не создавать? Зачем трогать эти связи, если можно ни с кем не связываться? И я решил, что с выходом Persona 5 Royal на пеку я буду проходить её без социал-линков вообще, без прокачки, на Мерселес на своём твич-канале. Приходите. Ладно, не настолько. Но проходить её снова буду, если геймпасс позволит взять или вообще игру можно будет купить. Короче, да, дальнейший мой рассказ будет больше для шарящих людей, поэтому кому нужно знать сюжет, плейлист с сюжетом в описании. Там, в принципе, есть всё основное. Ну и, опять же, спойлер-алёрт, потому что здесь мы наконец-таки доберёмся до части с Ройлом. Эх, всё, предисловие вроде сделано, теперь можно наконец-таки перейти к очевидной херне. Думаю, никому из вас не нужно объяснять, что каждый злодей, у кого есть дворец, каждый босс этого данжена является олицетворением одного из семи смертных грехов. Когда я изучал вопрос корреляции демонов с этими самыми грехами, то стыковки я находил далеко не везде. Типа, вот где, например, написано, что осмоды — это репрезентация похоти? А, всего-то на английскую википедию надо было перейти, на ней тупо больше инфы. Вставьте сюда, пожалуйста, рекламу онлайн-школы английского языка. Этих связей демонов с грехами я не видел до тех пор, пока не наткнулся на классификацию немецкого епископа-этиолога Петра Бинсфельда. В ней он присвоил демонам по смертному греху. Демоны, конечно же, охуели от такого, и в 1603 году они Бинсфельда на десяток рукада отправили. Или... я... не знаю, на самом деле. Согласно Бинсфельду, осмодей — это демон походи, и в игре это, конечно же, отражено. Согласно лору нашей жизни, осмодей стал вторым мужем Лилит после того, как бог кастрировал её первого хахля — Самоэля. В Вайзеке Лилит имеет стартового напарника Инкуба. Это демон походи, специализирующийся на развращении женщин. Инкуб Вайзеке — это Камашидо, всё сходится. А, ну и... сам грех Камашидо как бы налицо. Хотя на физическом уровне он скорее проявляет грех гордыни, и так или иначе кичится о своём статусе тренера будущей команды чемпионов, что завышает его ЧСВ и из-за чего он видит школу своим замком. Но сам замок — это именно что храм похоти. Куча статуй тел школьниц с выделением их пикантных мест, и вот такое вот незамысловатое представление Ан и Шиха. Ну а в аниме-адаптации показана сцена превосходства Камашидо над школьницей, попытки её изнасиловать и сбить в закрытой кладовке. Про что в игре в основном только разговоры. Достоверно? Я считаю определённо. Да и то, что персонажи ведут себя несоответственно своим грехам — это нормально, потому что все их грехи — это их тайные желания. Мадарами — это Азазель. Со старта обладает полётом и кастрированным Бримстоуном. Что у нас в персоне — полёт есть, Брима нет. Один из двух. Касаемо греха тщеславия и его положения в классификации... Вот тут вот уже интересно. Дело в том, что в классификации Бинсвельда не используется такое понятие как тщеславие, ибо оно является, так сказать, архаичным грехом и в данный момент расценивается как часть гордыни. Но грех гордыни уже повешен на Шида. Тогда закономерный вопрос — какого греха у нас нет в игре, который мог бы кому-то подойти, исходя из нашего нового списка? Это грех Лени, и он должен бы быть у Футабы, как дополнение к её Аркане Отшельника. Но нет, вместо этого Атлус просто поперенамешали всего и запутали концепцию. Ну, либо же тут трудности перевода с японского сыграли, я-то игру на инглише проходил. Но да ладно, даже если мы и возьмём гордыню как грех Мадарами, то никакого Азазеля здесь быть не должно. По классификации, гордость — это Люцифер. Вновь обратимся к игре, но уже к Масайоши Шида, как к репрезентации этой самой гордости. И его демон — это Самаэль. Хм... Ладно. Тут хотя бы работает то, что Самаэль и Люцифер в разных культурах являются одним целым. Да и по Бинсвельду всё сходится. Но вот с Азазелем — вообще мимо. Ну и ни у Футабы, ни у Вакабы греха в классификации нету. Сфинкс и Гнев. Ну, хрен его знает. Гнев Сфинкса — бомбёж от того, как Эдип разгадал его загадку, наверное. Ну да ладно, плевать себе. Главное, что дальше по классификации, в общем-то, всё без ошибок. Канишира — это Чревоугодие, Вильзевул или Баал — повелитель мух, да и сам Канишира, в общем-то, становится мухой. А Кумура — жадность Мамон. В современном языке «не можете служить Богу и Мамону» используется в смысле «нельзя делать несовместимые вещи». То есть служить Мамоне — это заботиться о собственном благополучии. Чего как раз и делает Кумура, ложа хер на своих работников. Ну а переводя эту фразу более простым языком, нельзя добиться результата без кранчей. Саи Ниджима — зависть Левиафан. Демон зависти не только по классификации, но и по сообщениям христианских богословов. А ещё Аркана Саи Ниджимы — правосудие, а дворец — казино. Посчитаем это за отсылку к первой персоне и казино Judgment 1999. Ну и Шида, Гордость, Самоэль или Люцифер. Тут всё более-менее понятно — Люцифер как главный подшангел, главный злой и наш антагонист. В целом, я могу понять, почему вышла такая мешанина. Дело в том, что персона — это не одна конкретная мифология. Это сборная солянка вообще из всего. Мифологии Древней Греции, Скандинавии, религии христианства, буддизма, язычества, синтаизма и даже Лавкрафтианщина с его древними богами. Привет, Некрономикон, как персона Футабы. И Азатот, о котором мы поговорим немножечко позже. Имя Маргана, кстати, по изначальной задумке должно было быть прямой отсылкой на Ката Лавкрафта, но если вы не знаете, как его зовут, но даже в пределах одной мифологии игра придерживается кучи разных трактовок. Нормально ли это? Ну, в общем-то, да. Ведь в наших мифологиях тоже дохрена трактовок. В этом плане наша жизнь также является одной большой солянкой, где сколько людей — столько и мнений. Хотя с рождением Алексея Шевцова мнение может быть только у него. К чему всё это рассуждение? А просто к тому, чтобы показать, насколько Атлус запарились, чтобы проработать мир в этой игре. Persona 5 — это одна из немногих игр, в которой полностью отсутствует даже намёк на такое понятие, как лудонарративный диссонанс. Геймплей всегда дополняет сюжет, пока сюжет поясняется геймплей. А там, где не поясняет, достаточно просто включить логику, и ответ на вопрос придёт сам по себе. Банальные примеры. Если Мэйдочка прольёт кофе на Рена, то он может нагрубить ей, а может ответить мягко. И мягкий ответ прокачает качество доброты. Да, для закрепления каноничное имя Джокера Рена Мами, оно было в аниме-адаптации в танцевальном спин-оффе. Вообще, пример с Мэйд Кафе не самый лучший, ибо я не знаю, кем надо быть, чтобы посещать данное заведение не только ради ачивки. Вот я ж когда-нибудь сгоняю в Японию и посещу Мэйд Кафе, и если там будет то же самое, что в персоне, мне искренне жаль тех людей, что посещают их на полном серьёзе. А вообще, знаете, давайте лучше поговорим о погоде. Большинство людей в этом плане достаточно стандартные. Если на улице ясно — заебись. Дождь — херня. Отражается ли это в игре? Естественно. Есть вот такое место, называется Мементосом. Геймплейный — это процедурно-генерируемый данж. Сюжетный — это дворец целого общества. И настроение общества зависит напрямую от погоды. Чем погода хуже, тем хуже настроение общества, и тем тяжелее будут монстры. Ибо монстры — это теневые сущности характеров людей, и в дождливую погоду все их плохие качества как бы раскрываются. Или вот ещё пример — прокачка социальных связей. У каждого персонажа присутствует аркана, основанная на картах Таро. 21 старшая аркана, кроме карты Миры, бы она по сути является дикой картой по типу Шутай, и Рен получает её в конце реабилитации как символ пройденного пути, что, кстати, в общем-то так и трактуется примерно. И кроме Тара две дополнительные вымышленные арканы появились в Ройале — это Вера и Советник. Чтобы прокачка была более эффективной, нужно подходить к персонажам с экипированной персоной их арканы. Зачем и в чём смысл? Всё просто. К разным людям мы так или иначе подходим, по-разному надевая на себя разные социальные маски, а персоны буквально являются этими самыми масками. А также под наплывом сильнейших эмоций герои буквально срывают с себя маски, выпуская наружу своё внутреннее я в виде той самой персоны. Если вдруг вам кажется, что вся эта концепция каким-то образом навеяна трудами Карла Юнга, то вот этот поворот вам не кажется, так оно и есть. И это, в принципе, самое простое, что можно обсуждать в рамках данной игры. И поверьте мне, такие мелочи можно расписывать ещё добрые полчаса, поэтому давайте незамедлительно перейдём к сюжету Ройала. Для сокращения хронометража представим, что основной сюжет вы уже знаете, а если не знаете, то узнайте. И здесь мы больше пойдём по изменениям, которые появились в Ройале. Поэтому спойлер-алёрт в четвертый раз, давайте плавный переходик. Отличий в Ройале, в общем-то, немного, но они по-своему значимы. Сперва мы познакомимся с Касуми Йошизавой. Она появляется в новой сцене пролога во время побега из казино, вытаскивая Джокер Сенпая из дырка задницы. А первое же полноценное ознакомство происходит с ней в несколько этапов, что даёт нам получше разглядеть её личностные качества, мотивы, слабости и даже вступиться за неё один раз. Йошизава вежливая, и её вежливость проявляется в обращении к Рену и остальным членам фантомных воров, кто старше её. Она обращается к ним с суффиксом сенпай, но по её поведению видно, что к Джокеру она обращается не только из-за разницы в возрасте. Я вообще убеждён, что Йошизава написана как каноничный романтический интерес для Рена. Это проглядывается в её поведении, в том, сколько времени мы проводим с ней вне её ветки прокачки и даже и в её дизайне, да блин, у них даже совместная шоу-тайм-атака есть. Более того, у меня вообще есть стойкое ощущение, что она планировалась как играбельный женский протагонист, прямо как в Persona 3 Portable, но от этой идеи, видимо, решили отказаться и сделать её такой, какая она сейчас. Но это лишь теория. Хотя лучшей парочкой я всё ещё считаю Инари и Футабу, если хотите узнать про это поподробнее, загуглите Футанари. Йошизава примечательна многими вещами. Например, у неё всего 5 уровней прокачки, в отличие от остальных. Она ведёт себя очень странно, когда разговор заходит о её семье, и странно ещё то, что я уже продолжительное время называю её исключительно по фамилии. И я объясню почему так, но чуть позже. Основным местом пребывания Йошизавы будет новый торгово-развлекательный квартал Кичи Джоджи, ровно как и у нашего старого друга. С Акечи здесь тоже можно проводить время сыграть в бельярд или превратить его в тотемное животное, лол. Попасть на новую локацию можно будет с июня, и как и в любом крупном квартале, бархатная комната здесь доступна. В школе тоже обновление. Сразу после свержения Камашиды администрация решит нанять в школу психолога, чтобы таких инцидентов больше, так сказать, не повторялось. Им оказывается молодой доктор Такута Маруки. В основной части игры он принимает только роль конфиданта, но самого важного конфиданта, ибо его необходимо вкачать до 9 уровня, чтобы попасть на новый семестр. Маруки — это очень приятный молодой человек, который задаётся вопросами о когнитивности, о возможности контроля человеческих эмоций, и о возможности сделать человека счастливым на подсознательном уровне. А значит, Рену с ним определённо есть о чём поговорить. Более того, он отсылается на исследование мамы Футабы в АКБ Ишике, которую из-за этого на секундочку преследовало правительство. И, посмотрев на Маруки с такой стороны, а то уже выставляет его в виде, так скажем, 41-го саундтрека Персоны 5. Все три персонажа, кстати, связаны между собой. Йошизава с Маруки знакомы, потому что она ходила к нему на сеансы ещё до того, как он устроился в школу. И он даже оказал ей психологическую помощь в её нелёгкий период жизни. А с Акечи Йошизава знакомы через её отца. Он работал в съёмочной группе на разговорном шоу, где Акечи часто появляется. Двигаясь по сюжету, мы будем проводить время с Йошизавой, после чего они даже с Джокером пообещают друг другу, что будут проводить время вместе на всякие праздники. А также после школы иногда заглядывать в Маруки и помогать в его исследованиях. Хотя нет, к нему-то мы будем заглядывать часто, его нам надо до максимального ранга прокачать, по сути. Переломный момент возникает сразу после Дворца Акумуры. Йошизава хочет встретиться с Реном возле стадиона, где они однажды уже проходили, чтобы найти кое-что, что она потеряла. Я, кстати, не говорил этого, но она профессионально занимается художественной гимнастикой и выступает на разных соревнованиях. Правда, не всегда успешно. Занимает зачастую третьи места. Из-за чего в ожидании Рена она смотрит на стадион и ловит небольшой экзистенциальный кризис, начинает задаваться вопросами о себе, о том, насколько она идеальна или нет, и о том, что она должна быть той самой Касуми Йошизавой, которую все любят. Она вспоминает, что говорил ей доктор Маруки об этом, а также неподалёку проходит парочка, предполагающих, что на этом месте построит исследовательскую лабораторию, на что Касуми про себя шепчет, что это просто стадион. У Йошизавы, как у человека со сломленной судьбой, оказывается установлен мета-навигатор, о котором она, конечно же, не знает. И он переносит её и только что прибывшего Джокера в дворец по этой самой навигации. Во дворце мы слышим голоса Йошизавы и её теневое воплощение, наверное, где уже наш Йошизава под гнётом таких обстоятельств сама пробуждает персону и отказывается от того, чтобы быть фантомным вором после того, как мы ей предлагаем. Но она понимает, насколько это важно для её сенпая, поэтому никому ничего рассказывать она не будет и просто просит его быть осторожным. Далее, если мы выполнили основные условия для Ройла, после финального босса оригинальной игры, Рен и Касуми 1 января в честь нового года пойдут в храм на, так сказать, импровизированные свидания. Там же за Йошизавы придёт отец, но, обращаясь к дочери, он назовёт её по неизвестному имени, которое заканчивается на Ре. У Джокера же в этот момент, в принципе, начинает болеть голова, и после этого он начинает замечать некоторые странности, которые происходят в этом мире. Ну, например, Футаба проводит время Соджера и Вакабей, которая на секундочку мертва. Также весело проводит время и Хару со своим отцом, и Макота со своей сестрой, хотя тут, в принципе, ничего необычного. Ну, разве что кроме того, что они собираются порадовать своего отца, которого тоже не должно быть живых. И Рюджи вернулся в беговую команду, где их тренирует Камашида, и Анька вместе с Шихо ходят по магазинам. А ещё Рен просыпается в кровати с парнем, который на самом деле Моргана, и он стал человеком. А потом приходит Акечи и говорит, что это херня какая-то, и чтобы разобраться в ней, мы зовём с собой Йошизаву, и отправляемся в тот самый странный дворец, который находили в середине игры. Во дворце содержатся воспоминания Йошизавы, из-за которых мы узнаём, что у неё была младшая сестра по имени Сумира. А точнее, то, что наша Йошизава и есть её младшая сестра по имени Сумира. А настоящей Касуми Йошизавы уже нет в живых. Обе сестры занимались художественной гимнастикой и пытались достичь своей мечты, но Сумира была очень неуверенной в себе. Касуми её пыталась всячески подбадривать, но та не поддавалась. И вот однажды она убежала в сторону проезжей части и чуть было не попала под машину, но Касуми, пожертвовав своей жизнью, спасла её. Для Сумира это была самая настоящая травма, после которой она вообще не знала, как жить. Старшая сестра всегда была её примером для подражания, она всегда хотела быть как она. И однажды она приходит на приём к доктору Мароке, рассказывает ему всю эту историю, и он делает очень странную вещь. Он помогает Сумиры тем, что внушает ей идею о том, что она и есть Касуми. После чего она действительно начинает жить под личностью Касуми Йошизавы и даже не подозревает об этом. И самое интересное то, что это сработало. Восстановив все свои воспоминания, Йошизава конечно же от этого охреневает. Её бантик развязывается и её волосы распускаются, что символизирует то, что она снова стала Сумиры. И тут на сцену выходит доктор Мароке. Да, этот дворец принадлежит ему, давайте подытожим. В середине игры мета-навигатору Йошизавы были произнесены все три ключевых слова. Исследовательская лаборатория, стадион и доктор Мароке. Мароке сразу обозначает свою позицию, то что он нам вообще не враг. И раскрывает все карты о том, что этот мир создал он. Благодаря исследованиям когнитивного бессознательного, а также подсказок которые давал ему сам Джокер. Мароке смог восстановить Мементос, внутри которого заложил программу о том, что все люди на свете должны быть счастливы. И слил его с реальным миром ещё раз. Да, по сути мы сейчас находимся в Мементосе, который исполняет желания и мечты всех людей на планете. Мароке считает, что он создал идеальный мир, в котором героям следует остаться. Потому что в этом мире нет страданий, нет войн, нет голода и вообще ничего плохого. Только всё самое хорошее. И даже несмотря на то, что Акечи с этим вообще не согласен, Мароке предлагает нам пожить в этом мире и посмотреть насколько сильно жизнь каждого преобразилась. Но посмотрев на всё это, даже Джокер начинает понимать, что это всё как-то неправильно. Вернув память нашим друзьям и вразумив их о том, что они живут в фантазии, фантомные воры объединяются, чтобы дать Мароке отпор. Но Мароке не намерен драться с героями. Вместо этого он пытается их убедить в том, что лучше уж остаться в этом, пусть вымышленном, но счастливом мире, чем жить в суровой реальности, в которой происходят убийства, войны, голод. Я тут как бы создал анкап, при котором ещё и суды работают. Чё вы хотите ещё для счастья? И в словах Мароке есть правда, но и в словах оппозиции в виде Акечи и всех остальных тоже теперь есть правда. Потому что какой смысл от этого счастья, если его на самом деле не существует? Это всё одно большое плацебо. Да и от такой жизни просто теряется весь её смысл, и это превращается в одно большое жалкое существование. Плюс Сумира уже вернула себе личность, и счастливой она от этого не выглядит. Действительно ли они хотят вернуть всё как было, или же всё-таки лучше остаться в его мире? И это действительно выбор, который мы как игрок можем совершить. И сделав выбор за то, чтобы остаться в мире Маруки, мы сразу же попадаем на хорошую концовку. Где Хару и Макото выпускаются из школы, Футабу в неё поступает, Маргана всё ещё человек, все остальные переходят в следующий класс, готовятся к каникулам. Хорошо в общем-то проводят время, и... В этой концовке всё слишком хорошо. Настолько хорошо, что она вообще не ощущается хорошей, как бы парадоксально это ни звучало. Да всё потому, что это и не хорошая концовка вовсе. И мне это чёрт возьми нравится, арку Ройла за это я очень люблю. Можете конечно сказать мне, что у меня деменция, или что я просто не шарю, но навскидку я не вспомню ни одной игры, где хорошая по сути концовка на самом деле была бы плохой. Но, пожалуй, всё-таки стоит отказаться от предложения Маруки и пойти сражаться против него, что делают уже злодеями нас. Ведь основная цель фантомных воров это избавить общество от несправедливости, а теперь они несправедливо хотят забрать у людей их счастье. И несправедливо лишить Маруки всего, чего он добивался последние годы, и всего того, в чём ему помогали мы. Просто потому, что насильно вытаскивать людей из реальности, пусть и перенося их в более счастливую реальность, это как бы нехорошо. Исследуя дворец Маруки мы находим несколько кассет с его воспоминаниями, причём находим их так, как будто он сам хотел, чтобы мы их нашли. Через эти кассеты мы узнаём то, что у него была девушка по имени Руми, которая страдала по ТСР после того, как её родители убили, причём настолько сильным, что она буквально лежала в состоянии овоща. Маруки навещал её в свободное от работы время, и вскоре осознал, что его исследования, связанные с когнитивным миром, могут помочь ему изменить сердце Руми, да и в принципе изменить мир и сознание людей так, чтобы преступлений просто не будет существовать. Ну то есть, проще говоря, изменить всем сердца и надеть всем розовые очки. Он молил богов, чтобы у него были такие возможности, и его мольбы услышал Азатот, не тот, что Лавкрафтовский, а тот, что Лавкрафтовский, ну да. Сознание и сердце Руми изменились, и это сработало, она проснулась, но она не узнавала, кто такой Маруки. Причём на вопрос, кто он такой, Маруки понял, что ничего не сможет ей объяснить, и просто сказал, что ошибся палатой. Ну а когда Руми предлагает сама ему уже увидеться в следующий раз, он говорит, что в ближайшее время он будет очень-очень сильно занят. А когда она спрашивает про его девушку, которую он навещал, и типа ошибся палатой, он говорит то, что она мертва. И это символизм того, что прежняя Руми мертва, ведь нынешняя не помнит, кто такой Маруки, да и вряд ли помнит, что с ней вообще происходило. Но Маруки всё ещё хочет вернуть ей воспоминания, сделать счастливым её и себя, а вместе с этим и весь мир. Поэтому он начинает работать. На подступах к вершине дворца пути назад уже не будет, мы знаем то, что Маруки нас ждёт, и он знает, что мы придём. В этом моменте играет песня I Believe, и это... Саундтрек он... Он... Эээ... Ладно, про саундтрек немножечко потом. Несмотря на то, что фантомные воры меняют сердца не у настоящих людей, а у их теневых проекций, с Маруки же другая история. Здесь мы будем сражаться против его настоящего. А он с нами будет сражаться при помощи своей персоны по имени Азатот. Да-да, того самого, что является центральным божеством в пантеоне Говарда Лавкрафта. Является символом первозданного хаоса и обитает в бездне, которая ведёт в другие миры. Итак, включаем турбоанализ, жизнь Маруки это бездна, вот этот вот Мементос это другой мир, он сделал его свои... Короче, я максимально не эксперт в творчестве Лавкрафта и вообще в нём не шарю, так что анализировать мне здесь что-либо бесполезно. Единственное, тут ещё что-то указано про то, что Азатот играет на своей космической флейте, и в саундтреках Маруки флейта не играет вообще, так что минус. Во время битвы Маруки будет пытаться достучаться до каждого члена пати. Будет напоминать им об их мечтах и о том, что в этом мире они уже все исполнились. Иногда у него это будет получаться и в битву будут заступать некоторые ограничения, например, на использование способности или на передачу эстафеты. Но Маруки не совсем обычный персонаж и не совсем обычный босс, и после первой фазы он не собирается сдаваться. Вместо этого он эволюционирует свою персону. Из Азатота в Адама Кадмана. Этим именем называется Высший мир из пяти духовных миров, а само название дословно означает Прото-человек. И название это пошло от имени Адама. Да, того самого библейского Адама. И в этой битве Джокер не может ваншотнуть Адама при помощи Станелла. Ну, по крайней мере, того самого, у которого пули из семисмертных грехов. Этого нельзя. Так, ладно, я сдаюсь, я не могу это игнорировать сейчас, чтобы рассказать об этом в другой части ролика, поэтому... Саундтрек. Во время битвы с Адамом Кадманом играет песня Throw Away Your Mask. И вот вспомните весь контекст, который я вам говорил. Маруке нам не противник, он не хочет сражаться с нами, точно так же с ним не хочет сражаться и Рен, точно так же с ним не хотел сражаться и я, ну то есть игрок. Абсолютно все, в том числе игрок, хотят, чтобы это закончилось мирно, чтобы никто не страдал. И в этот самый момент саундтрек добивает тебя припевом. Сука, да как тут можно не плакать? Вот эта вот постановка, вот эта вот режиссура. Я не вей, сражение с Адамом Кадманом проходит по очень простой тактике. Видишь, как он заряжает свой кулак? Готовься защищаться, дружок-пирожок, иначе тебя может ваншотнуть. Все это происходит до тех пор, пока Футаба не обнаруживает у него слабое место. Собственно, это его маска, но открывается она только в момент атаки. После чего происходит очень красивая кат-сцена. Субтитры создавал DimaTorzok Чек-мейт И нет, конечно же на этом все не заканчивается. Мир Маруки начинает разрушаться, и путей для обхода практически нет. Маргане ничего не остается, кроме как превратиться во что-то летающее, и в такой экстренной ситуации у него получается превратить себя в вертолет. Не спрашивайте как, просто потому что. Но уходящий вертолет ловит Маруки, оставшимся щупальцем от Азотота, и Джокер спускается к нему, чтобы, так сказать, надавать ему по роже. Мир разрушается, и персоны больше не может использовать никто, поэтому реально приходится драться на кулаках. Но после этого Марки впадает в истерику. Я закончился, я понимаю, сейчас. Все благодаря вам. Мир разрушается, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Мир разрушается, иди сюда, 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 иди сюда Далее, с небольшими отличиями в деталях, всё идёт по сценарию оригинальной игры. Джокер оказывается в бархатной комнате, где Игорь с Ловензой перед тем, как исчезнуть окончательно, сообщает ему, что его реабилитация успешно пройдена. И вознаграждает его картой Тара Мир, что символизирует об окончании пройденного пути. Рен больше не узник судьбы, но всё ещё узник в реальной жизни, потому что показания, как на преступника, на него всё ещё висели. Но благодаря Соджера, благодаря нашим друзьям и благодаря всем тем, кого мы прокачали на 10 уровень, они помогают нам выбраться из тюрьмы. А также нам помогает Сайни Джима. Приятно иметь прокурора на своей стороне. Но и не то чтобы из тюрьмы, из спецприёмника скорее. Все показания Рена против Шида, доказательства данные той самой жертвой изнасилования из начала игры, всё это сыграло Рену на руку. И даже списало его судимость на нет. Соджера забирает его из спецприёмника и везёт в Леблан, где все отмечают победу. Далее происходит стандартная арка с Днём Святого Валентина и Белым Днём, где мы можем провести время с нашим романтическим интересом. Ну а далее только концовка. Выпуск из школы, прощание с друзьями и вот тут-то, в отличие от оригинала, где домой Рена увозили его друзья на фургоне, здесь же он решил добраться до вокзала на такси, потому что его друзей преследуют какие-то люди в чёрном. Я, честно, спустя четыре прохождения до сих пор не знаю, кто это. Но зато таксиста я узнаю из тысячи. Хм. Shall we then? There's no charge. If you find yourself struggling in life, you can start over, like me. Remember that. So yeah, if that ends up saving you, then we're square. Good luck. Напоследок, друзья, кидают Рену последние прощай, на вокзале он пересекается с Хюшизавой, ну а ещё если мы прокачали Акечи до восьмого уровня, то в сцене после титров он появится в окне, а если нет, то нет. И с сюжетом на этом, в общем-то, всё. Ну а теперь от хорошего перейдём к не очень хорошему, Страйкерс. Да, в своё время я сказал, что игра мне понравилась, и по стоп-геймовской шкале оценил её напохвально. И от большинства вещей я не отказываюсь, Страйкерс всё ещё хороша как игра с приятным игровым процессом. Я бы всё ещё хотел посмотреть на новую номерную часть с боёвкой в реальном времени. А вот что касаемо сюжета, в своём старом обзоре я назвал его достаточно средним, но если секундочку поразмыслить, то он вообще ведь не имеет смысла. У нас здесь представлен новый метавёрст, когда предыдущий метавёрст мы вроде бы как уничтожили подчистую. Да, он немножечко отличается, по структуре он больше похож на телемир из четвёртой персоны, но нет. По какой причине тогда у фантомных воров остались их костюмы? Мементоса здесь нет, хотя по сути он являлся связующим звеном между дворцами. Все антагонисты здесь, да даже больше скажу, все персонажи просто чсвшные мудаки, без какой-либо глубины. По факту героев нет никакой мотивации сражаться с монархами, а большей части инцидентов, которые перечислялись в начале игры, мы о них даже и не вспомним. Одним из основных антагонистов здесь буквально является Фейсбук, в которых создал приложение, при помощи которого можно добавить людей в друзья при помощи их ключевого слова, но вместо этого ты оказываешься у них в тюрьме. И здешний Маккарт Сукербергович сделал это приложение, чтобы управлять людьми, чтобы контролировать их желания, чтобы создать справедливость во всём мире и выставить фантомных воров террористов просто потому что. А, нет, не просто потому что, потому что у него в детстве были проблемы с отцом, блин. Кано это просто виабушник, который насмотрелся своего аниме и решил, что сможет стать героем, когда вырастет. И его злоба на фантомных воров, почему он хочет выставить их террористами, также объясняется как просто потому что. Остальными же антагонистами всё ещё хуже, по сути они не раскрываются никак, кроме того, что их вулили в детстве. Казалось бы, нам не должно быть насрать на тётушку Хару, потому что это её тётушка и она типа мэр, но её травма в том, что она просто сломала снеговика какого-то или... Я не помню уже на самом деле, это просто такой Рафлан на самом деле. И вот если подумать, уже это как-то всё не звучит слишком хорошо. Но тут появляется и Ченоса. И Ченоса это просто пиздец. Она просто появляется чуть позже начала игры, такая типа «О, я занимаюсь искусственным интеллектом, давай заключим контракт». А потом появляется в конце, что это оказывается она создала все эти искусственные интеллекты и продала наработки местному фейсбуку. Ну а наша напарница София являлась прототипом этой самой Эммы. Мотивация Ченоса проста. Она бесчувственная мразь. Ей нужны были эти искусственные интеллекты, чтобы научиться чувствовать хоть что-то. И чтобы начать понимать чувства людей, она управляла ими при помощи Эммы. Но вот ещё один клиффхенгер, оказывается, внутри Эммы всё это время сидел бог контроля Демиург, который хотел того же, чего и Маруке, создать мир без войн, промыв всем мозг. И давайте ещё раз. В чём различие вот этого продолжения оригинальной истории от Ройла? Почему Ройл справляется с этим продолжением гораздо лучше и не выглядит так тупо? Ну, хотя бы потому, что Ройл закладывает фундамент прямо в начале истории оригинала. Вся оригинальная игра это, по сути, пролог Ройла. Все события третьего семестра, как Маруке восстановил метавселенную даже после её уничтожения, всё это произошло потому, что наводку ему дал главный герой. Основными катализаторами этих событий были Рен и Маруке. Ну и Юшизава немного, но это скорее на фоне. Страйкер же всё просто происходит потому, что бог так сказал. Захотел бы он контролировать людей и вселился в приложение для заставки еды. И в этом не было бы особой проблемы, окей, был бы такой сюжет и был бы, но у нас есть бэкграунд в виде оригинала. И да, Страйкерс, по сути, является продолжением оригинальной игры, абсолютно упуская тот факт, что Ройл вообще-то существует. Хотя, учитывая то, как Сига Атлос продвигают персоны на другие платформы, можно сделать вывод, что каноничными частями являются как раз-таки последние переиздания. Значит, Страйкерс должен был быть продолжением Ройла, но нет, он о нём не вспоминает. Скорее всего, потому что сценарии к этим двум играм писались параллельно. Так может быть, Страйкерс и вовсе не канон, это же спин-офф в конце концов. Мы же вон не считаем кьюшки или дэнсинги каноном. Да, Страйкерс это спин-офф геймплейный, но сюжетно это продолжение пятёрки. Тогда просто очевидно, что оно сделано исключительно ради фан-сервиса, чтобы ты мог провести время с любимыми персонажами ещё раз. Получше их раскрыть как-нибудь... Нет, они никак не раскрываются получше. И причина этому не только лень сценаристов, которые форсируют старые шутки, а также сценаристы оригинала и Ройла, которые уже дважды поставили точку на том, что отношения между персонажами достигли пика, и развиваться им уже некуда. Ройл делает всё грамотно, потому что он дополняет уже законченный сюжет, в то время как Страйкерс зачем-то пытается его продолжать. И у него это не очень получается. Поэтому предлагаю вернуться к моему обзору и понаставить дизлайков с тем, что Ась сюжетом наебал. Ну да ладно, чтобы перейти к рассказу о музыке, придётся мне переключить рубильник на другого эсэиста. Окей, этот блок будет коротким и, вероятно, самым неинформативным, ибо разговаривать о музыке, вот так сюрприз, сложно. Но не отметить труды Шоджи Мигура я не могу. Лично для меня саундтрек стоял на первом месте, когда я впервые знакомился с игрой. И Ост Пятёрки — это заслуга сразу трёх людей. Шоджи Мигура как основного композитора, вокалист Кейлин и Лотоса Джуса, который пишет тексты песен, почему-то подписываясь как Бенджамин Франклин, я хз на самом деле. Вокалисты меняются каждую часть, но вот и Лотос Джус с Шоджи Мигура, эти два мужика вертели музыку на своих нотах, начиная с третьей части, где Лотос ещё и исполнял свои треки, и ОБОЙ! Хоть мы здесь и говорим про пятёрку, но саундтрек тройки — самый пиздатый среди всех персон. Change my mind, как говорится. Мигура так вообще работал в Атлас 95-го года, когда только разрабатывалась первая часть персоны, которая ещё называлась Megamin Buroku, и уже там была написана сигнатурная тема под названием «Песнь всех душ» или же «Тема бархатной комнаты», которая впоследствии кочевала и из части в часть, но менялась в аранжировках. Ладно, извините, не умею я всё-таки разговаривать о музыке, и максимум, что я могу, это просто приводить примеры, как со «Straw Away Your Mask». Не делать же мне это с каждым треком. Ни с темой Йилдобаофа. Ни с темой Ковчега. Ни даже с Джентлмэдменом, темой Маруки. Кстати, уже полгода бьюсь над вопросом, как адаптировать название Джентлмэдмен, чтобы сохранить на русском языке и джентльмены, и безумцы, и чтобы это также органично звучало. Короче, вердикт, саундтрек охеренный, я посоветую вам лишь ознакомиться с ним самостоятельно, и даже вне контекста он может цепануть. А под здешние лоу-фа и джаз-миксы очень легко и непринуждённо работается, так что берите на заметку. Можете заслушать саундтрек пятёрки до дыр, и он вам будет слышаться даже в пятёрочке. Да. Кстати, в Атлус Шоджимигура уже больше не работает. Он ушёл, чтобы стать геймдизайнером и начать делать какие-то... Какое-то дерьмо, если честно. Ну, а кто знает, может быть у него всё получится, он станет успешным геймдизайнером, а вместо композитора шестой части займёт дайский шиватари. Эх, мечты. Ну, а моя мечта закончить этот ролик, наконец-таки, исполнилась. Три месяца я его делал и два раза переделывал с нуля. И вот, наконец-таки, мой гештальт по Person 5 Royal закрыт. За все эти 12 или сколько уже там роликов, и вот этот один огромный, я рассказал, наверное, просто всё основное, что я знал, что я считал интересным, что я считал полезным. И, конечно, рассуждений по этой игре ещё остаётся много, и хватит, наверное, на целых два часа в их эссе. Но смысла я в них уже не вижу. Мой обзор Person 5 Royal наконец-таки закончен, это был долгий путь. И если ты досмотрел до вот этого момента прямо сейчас, то моё уважение тебе, бесконечный респектос. Ну, а если ролик тебе ещё и понравился, то я буду рад, если ты поможешь её продвижением, лайком, комментарием там. Или можешь скинуть его друзьям, мало ли вдруг. Ещё раз огромное спасибо, увидимся когда-нибудь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»